Друзья, всем привет! С вами Денис Гусев на канале Мышцы РФ. И сегодня по вашим просьбам я расскажу вам о такой дисциплине как Мэнс Физик или пляжный бодибилдинг, как он называется в России. Так что если вам интересна эта тема, я думаю, что она сейчас многим интересна, оставайтесь с нами, впереди вас ждет интересный рассказ. Итак, откуда же пошла дисциплина Мэнс Физик? Она зародилась, конечно же, как и сам бодибилдинг в Соединенных Штатах и получил максимальное распространение именно там. Было это в 2011 году, когда на Олимпии провели такую дисциплину, как поиск парня для обложки журнала Muscle Fitness, Muscle Development и Flex. Там пришло порядка 10-12 участников, парни модельной внешности с красивой фигурой, но не как бы дебилдеры, а именно как модели, а вот с красивым прессом, с красивыми пропорциями. И среди них победил Стив Кук и получил как бы контракт для съемок в журнале. После этого организаторы турниров попробовали провести новую дисциплину, назвали ее Мэнс Физик, переводится в принципе как мужское телосложение дословно. И поняли, что это очень интересная и очень популярная дисциплина будет в будущем, потому что классический бодибилдинг, который сейчас достаточно популярен в России, он перестал быть популярным в Соединенных Штатах, по той причине, что не существует профессиональной лиги в классике, и многие спортсмены просто не понимают, ради чего там выступать, потому что спорт в Америке, в отличие от спорта в России, это все коммерция, то есть там спортсмены все зарабатывают деньги, привыкли зарабатывать деньги, там никто не занимается спортом, если на нем нельзя заработать денег, потому что считают это бессмысленно. И конечно же, когда появилась новая дисциплина Мэнс Физик, многие люди попробовали поучаствовать там, а судьи увидели, что судьи-организаторы хотят участвовать, очень большое количество человек. И в 2012 году организовали профессиональную лигу с профессиональными картами, соответственно, многие спортсмены начали получать прокарты, для того, чтобы получить прокарту, как и в любом другом виде бодибилдинга, необходимо попасть в топ-2 или выиграть чемпионат Америки, либо один из региональных турниров, чемпионатов штата. Уже через год, буквально уже порядка 30-40 человек в Штатах имели профессиональные карты. А что это ведет, чем что это дает, как я уже сказал, это контракты, это деньги, это призовые непосредственно на самих соревнованиях. Соответственно, классика, как вид, умер в Штатах, там практически никто классическим бодибилдингом не занимается, все перешли в Мэнс Физик. И нынешний чемпион Олимпии, он был четвертый на Арнольд Классик по классическому бодибилдингу, но стал чемпионом Олимпии, выиграл этот турнир и получил 10 тысяч долларов за это. Плюс еще кучу денег он получил за выигрыш турниров, которые позволяли ему получать квалификацию на Олимпии. Соответственно, многие люди молодые этим заинтересовались. Плюсы какие у Мэнс Физик? Это то, что, во-первых, оценка идет по пропорциям, нельзя иметь большую мышечную массу. Ну, то есть, в принципе, логично, что подготовиться гораздо легче. Далее, сезон идет в течение всего года. Вот сейчас, в 2013 году, порядка 20 турниров в Америке в ПРО Лиге. То есть, вы можете выбрать любой удобный для вас месяц, можете к нему подготовиться. Также турниры могут быть достаточно долго растянутыми, потому что, например, в обычном бодибилдинге форму держать достаточно сложно. Ну, он сам по себе более техничный, более сложный вид спорта. Вот, в Мэнс Физик достаточно набрать сухую мышечную массу. Ну, например, для моего роста, 186 см, иметь вес от 92 до 96 кг, это будет самое то для выступления в Мэнс Физик. Для тех, кто не знает, я немного расскажу о том, как я сам попал в дисциплину Мэнс Физик и почему я вообще туда пришел. Ну, начну немного вообще сначала, с чего я начал свою историю выступления как спортсмен. Это был, если я не ошибаюсь, 2011 год, август. Я принял решение вообще выступать, попробовать себя в российском бодибилдинге. На тот момент мне нравилась дисциплина классический бодибилдинг, потому что там есть ограничения по весу спортсмена на соревнованиях. То есть, для моего роста 186 см действует формула. Рост минус 100, плюс 8, по-моему. То есть, при росте 186 см я не мог весить больше 94 кг на сцене. На первом своем турнире это был чемпионат Московской области. Первая серия турниров это осень 2011 года. На чемпионате Московской области я стал четвертым, на чемпионате Москвы я стал восьмой, на чемпионате России в Казани я тоже стал восьмым. После первого сезона мне это все очень понравилось. Классический бодибилдинг своими тоже там очень идет хорошая оценка на пропорции. Ну, конечно, очень на жесткость мускулатуры, то есть нужно быть очень качественным. Следующий свой сезон это была весна 2012 года, это уже был кубки. На кубке Московской области я стал, по-моему, шестым, но взял кубок за лучшую прозорную программу на всем турнире. Потом на кубке Москвы я стал третий, впервые я выиграл медаль. И уже на кубке России в Краснодаре, это Самсон, по-моему, не помню, какой он имел, 31, по-моему, был. Я впервые успешно очень выступил на высоком уровне, я занял третье место на кубке России. Для меня это был, безусловно, очень большой успех, и мне все это очень нравилось. И я принял решение выступать дальше. Но мы с Димитрием узнали, что появилась новая дисциплина в Европе, называлась она Мэнс Физик. Ну, достаточно сначала какое-то некое скептическое такое отношение было. Парни в шортах выходят, ног не видно, там какие-то непонятные, улыбаются на сцене, там нет классического позирования с показанной мускулатурой. Мы как бы сначала решили не выступать в этой дисциплине, ну, как бы не очень интересно. Потом, в принципе, поняли, что, а почему бы не попробовать? Если почитать критерии оценки в Мэнс Физик, то что там? На первом месте стоит эта пропорция, да? Ну, по большому счету, это соотношение талии и плеч, да? То есть, если у вас узкая талия, широкие плечи, у вас очень большие шансы хорошо выступить. Это раз. Второе, это как бы сама, как бы красота мускулатуры, да? То есть, как вы сложены, какие у вас плечи, какой формы, какой формы грудные мышцы, какой формы у вас пресс. Третье, это непосредственно жесткость мускулатуры. Хотя нельзя иметь чрезмерную жесткость, там, в принципе, за это вам дополнительных очков не дадут. Но при этом нужно быть достаточно жестким, чтобы было видно, что вы действительно пахали, занимались в зале. Ну, еще такой небольшой критерий оценки. Пятый, это как бы внешний вид, презентабельность спортсмена. То есть, в принципе, если вы симпатичный на лицо, то это приветствуется в Мэнс Физик. Хотя, если, конечно, вы себя считаете не симпатичным, это не повод не выступать на соревнованиях. Вы также там можете выступать. Главное, все-таки, как я сказал, это пропорции, соотношение талии и плеч, и также качество проработки вашей мускулатуры. И мы с Дмитрием Ишанкиным приняли решение попробовать выступить и сразу же заявились на чемпионат мира. Я мог это сделать, потому что я уже был призером Кубка России. В принципе, федерация меня включила в состав участников чемпионата мира. Он проходил осенью 2013 года. То есть, прошлой осенью я успешно достаточно выступил. Я остался прям сразу с первого раза. Второе место занял на чемпионате мира. Там достаточно тоже было большое количество участников. Ну, не такое большое, как в Штатах, но 16 человек там было. И следующий турнир мой был также осенью 2013 года. Это Арнольд Классики Европа в Мадриде. Вы знаете, что это очень большой турнир. И уровень его оценивается даже выше, чем чемпионат мира. Вот там уже количество участников было в разы больше. Там 46 человек в моей категории было. И мне удалось выиграть эту дисциплину. Чему я, конечно, был безумно рад. Потому что это моя первая победа. И сразу такая огромная победа на таком большом чемпионате. После этих побед на чемпионате мира, чемпионате Арнольд Классик, я отослал заявку в нашу федерацию на получение прокарты. Наша федерация переправила эту заявку в профессиональную лигу американскую. И там приняли решение, что, да, выдать мне профессиональную карту. Таким образом, я стал первым в России человеком, имеющим АМФБ про-карт, в дисциплине Мэнс Физик и, по-моему, третьим или четвертым во всей Европе. После получения прокарты, естественно, начал готовиться к профессиональным турнирам. Но здесь есть некие особенности. Их достаточно много. Во-первых, все профессиональные турниры по Мэнс Физик проходят только в Соединенных Штатах Америки. В других странах мира они пока не проходят. Ну, по причине того, что профессионалы все находятся там. И они как бы не готовы, наверное, выезжать в какие-то другие далекие страны. Потому что, ну, зачем им это делать, когда 20 чемпионатов проходят и так у них на территории. Вот. Это раз. Второе. У них достаточно сильное отличие по, как бы, уровню самих спортсменов. У нас в России, может быть, кто-то следит, знает, что введены сейчас критерии оценки веса спортсменов для выступления в Федерации. Они, по-моему, составляют, там, тоже зависит от роста. Ну, при моем росте действует формула минус 100 плюс 4. То есть при росте 186 сантиметров я могу весить не больше 90 килограмм. В принципе, когда я выиграл Мэнс Физик, я весил 90 килограмм. Но, если сравнить меня, образца того года, образца с нынешнего года, сейчас мне пришлось поднабрать побольше массы. Потому что спортсмены, выступающие в Америке, профессионалы, они гораздо более массивные. При сохранении узкой талии у них более такой широкий мышечный корсет в области плеч, груди, спины. То есть я, когда предварительно перед выступлением, я, конечно же, просматривал фотографии с Олимпии, видео, смотрел, учился. То есть я понимал, что нужно большую массу наращивать. Это раз. Второе отличие – это в позировании. У нас, да и в Европе, к самому позированию, ну, как бы она не является главенствующим критерием для оценки. В отличие от Штатов. Ну, к вам примеры, чтобы понять. Если выходит там 50-40 человек на сцену, ну, как определить, какой спортсмен лучше? Все примерно одинаковые по кондициям. В Америке определяют именно по позированию. Перед каждым, скажем так, сравнением спортсменов в линейке, у каждого спортсмена есть там 20-30 секунд на его, как бы, индивидуальное позирование. И в Штатах именно очень большой упор сделан на позирование. В Европе или в России достаточно выйти, показать пропорции с лицом, с боку, со спины другим боком, и этого достаточно. В Штатах, как бы, это нужно показать, но это нужно сделать совсем по-другому. Не просто стать боком лицом, а нужно с плавными красивыми переходами, но, как бы, соблюдая грани мужского приличия, да, то есть какие-то фривольности, жесты руками, там, это все не допускается. То есть надо красиво с переходом, перестановкой ног, ну, почти как в танце, показать выгоду своего тела. Это раз. Второе важное отличие, что в Европе или, там, ну, здесь у нас, в России, можно показать еще качество мускулатуры, ну, что-то напрягая, грубо говоря. В какой-то момент можно руку напрячь, грудь напрячь, там, спину в какой-то позиции, вот, плечи, чтобы показать, что ты вот жесткий, проработанный, мышцы у тебя глубокие. В Штатах это категорически запрещено. То есть ты должен выйти на сцену, как бы, с улыбкой, непринужденно, просто красиво встать, напрячь пресс и стоять, просто показывать свою мускулатуру. Но это сделать, на самом деле, гораздо тяжелее, потому что попробуйте, не напрягая мышцы, показать их форму. То есть нужно выгодно очень долго перед зеркалом отрабатывать такие позы, чтобы было видно, что у вас узкая талия, широкие плечи, и еще мышцы, они круглые, такие, налитые, то есть венозные и так далее. Вот. И плюс еще, как я говорил, позирование. То есть это всем на первый взгляд кажется, а что там, там, так-так показался, там, боком, лицом, и все нормально. Вот там сидят судьи очень высокой квалификации, судьи вот сейчас, которые я был на соревнованиях, Стив Вайнберг судил, да судя, который судит на Олимпии. То есть он вообще знает, видит спортсмена сразу, насквозь, и он понимает, что кто-то перед ним стоит. Спортсмен, который долго готовился, или который просто пришел и хочет, думая, что у него там прокатит, там, просто так. Вот, поэтому очень важный вот второй пункт, это позирование. В Штатах на него очень, как бы, пристально и смотрят. Вот, в отличие от Европы или России, где позирование имеет, ну, планов третистепенное или четвертстепенное отношение имеет. Я по привычке целый год делю на два сезона, хотя, как таковой сезонности нет. Я говорил, 20 турниров, там, не каждые, там, 2-3 недели проходят по турниру. Вот, но я разделил, просто мне так удобнее. Весна, осень, я готовлюсь, моя подготовка занимает 3 месяца. Где-то порядка полутора-двух месяцев, это массонаборный период, и один месяц суши. Вот, мои, я выступил сейчас на трех соревнованиях профессиональных. Все они были в Штатах, как я уже говорил. Первый турнир, это был Лос-Анджелес Про. Мой дебют, скажем так, я там порядком накосячил. Вот, накосячил по многим параметрам. Я накосячил, во-первых, со своей формой. Ну, могу сказать, у меня никогда до этого не было опыта большого перелета. Ну, могу сказать, что переезд мой от дома в Москве до гостиницы в Лос-Анджелесе занял 26 часов. То есть, когда я вышел из самолета, у меня настолько сильный был отек всего, что я не мог ноги в кроссовке просто вставить. И, естественно, это очень сильно сказалось на моей форме. Я не смог толком подвестись к соревнованиям. Это раз. Второе, что я еще не знал все эти особенности, которые я выше рассказал. Про позирование, про правильность занимания позы, про то, что нельзя напрягать мышцы. Вот, в общем, как бы я наделал много косяков на самой сцене. Это и форма, и позирование. И я там не попал в топ-15. Там 32-х человек, меня поставили на 16-е место. При этом там просто выше 16-го места, ниже 16-го места не идет градация. То есть, я мог как бы идти и 32-м, так и 16-м. Там уже неизвестно. Ну, в общем, как бы самое главное, что я увидел, как бы предположительно, я понял, как оцениваются спортсмены и что вообще от них требуют судьи. Следующий мой турнир был через три недели. Это уже был Питтсбург, там я уже был более подготовленный. Я понимал, что хотят видеть спортсмены, судьи. Я плюс пообщался со многими спортсменами. Что могу еще сказать, что они очень доброжелательные. То есть, у нас в России могут вам улыбаться, там сказать примерно, как готовиться. Но никто свои карты не раскрывает. Там в Штатах ко мне они сами подошли и сказали, о, парень, мы тебя поздравляем, ты первый, кто из России приехал. Ну, из Европы в том числе. То есть, там, 2-3 человека только из Европы были. Вот, что видим, что форма хорошая, но у тебя там такие-то проблемы есть. Там и в позировании, и во внешнем виде, и в гриме, что-то еще. Вот, там, в масле перед выходом на сцену. Вот, они мне об этом рассказали, естественно, все это запомнил. Вот, и в Питтсбурге я уже выступал. Но, опять же, у меня небольшие проблемы были с позированием. Я слишком быстро менял позы. То есть, нужно было более плавное делать. Но уже я стал, там, из 32-х, по-моему, 12-й. Уже попал в топ-15. Уже, в принципе, было неплохо. До этого ни один европеец в топ-15 никогда не попадал. Вот, следующий турнир был уже в Далласе. Там я уже довел форму до логического конца. Потому что, все-таки, перелет на мне очень сильно сказывается. И в Питтсбурге я еще был немного подзалит. И вода не совсем ушла. Я, как бы, не использую никакую, там, сильную фармакологию. То есть, вода, она держится. Я ее вывести только, там, чаем каким-нибудь диуретическим могу. Либо тем, что я отказываюсь от того, чтобы воду пить. Но воду пить нужно перед соревнованиями. Иначе мышцы становятся плоскими. И я не могу вкачаться. То есть, здесь такие качели получаются. Но к Далласу я уже себя подвел. Потому что я уже 9 дней находился в Штатах. Вода уже вышла вся. Я там хорошенько загрузился рисом сладким. То есть, я выбрал для себя формулу по долгих соревнований. И там я уже показал самое лучшее свое позирование. Самую лучшую свою форму. И, скажем так, я стал первым европейским атлетом. Который попал в топ-3. И вывез, как бы привез кубок профессионального турнира в Россию. Ну, еще, как бы не то, что я хвастаюсь. Но я реально первый русский среди всех дисциплин. Который живет в России. И поехал в Штаты. И попал там в топ-3. До этого ни один русский человек, живящий в России, не был в топ-3 на американском профессиональном турнире. И ни в какой дисциплине. Я был очень счастлив. Потому что, ну, действительно, это большой был прорыв для меня. Счастлив мой был тренер. Мой спонсор. Компания Олимп. Потому что, ну, это достаточно большой успех. Вот. Таким образом, так для меня закончился мой первый профессиональный сезон. Третий пункт. Третий пункт. Третий пункт. И он также представлен. Денис Гуса. Друзья, не секрет, что номинация Мэнс Физик, или в России на пляжный бодибилдинг называется, к ней такое очень двоякое отношение. Почему? Потому что, ну, это что-то новое и не совсем понятное для многих выступающих спортсменов, которые уже давно большим бодибилдингом, а тем более для судей, для тех людей, которые в федерации работают. У каждого, конечно, может быть свое отношение и мнение к ней. Но в основном негатив складывается из того, что один из критериев оценки является внешний вид спортсмена, как его презентабельность. То есть здесь нельзя просто выйти, показать мышцы, да, там без улыбки, там вообще в маске можно, как бы как иногда делают, я видел вот такое на сцене. Здесь оценивается как бы еще презентабельность, да, как вы улыбаетесь, то есть как вы вообще внешне выглядите. Ну, в общем, можно ли вас поместить на обложку журнала. То есть дисциплина именно для этого и предназначена. Вот. Поэтому, конечно же, это многим спортсменам не нравится, потому что как бы как, почему там не мышечная масса, не объемы, а вот там лицо оценивается. На самом деле, как я говорил, что лицо только на пятом месте оценивается. Именно пропорции, объемы оцениваются. Вторая претензия к этой дисциплине, это то, что нельзя иметь большую мышечную массу. То есть там даже есть, у нас в России ограничения, а в Штатах это просто прописано в правилах соревнований, что если большая мышечная масса, за это снимаются баллы. То есть, естественно, у больших бодибилдеров вопрос, типа, что значит, нельзя иметь большую мышечную массу. Ну да, это действительно так. Но это нормально, почему? Потому что, ну, не все же хотят там при росте, там, как мой, 186 см весить там 120-130 кг. Это нормально, потому что кто-то хочет быть большим, отлично, будь большим, будь самым большим, самым сильным, самым мощным. А кто-то хочет быть просто, ну, красивое телосложение иметь небольшое и иметь возможность его поддерживать в течение всего года. Плюс, конечно же, отношение вообще вот просто обычного обывателя, который никогда в залы не приходил, который, там, играет в Counter-Strike, ходит на работу, сидит в офисе бухгалтером. И когда он видит большого бодибилдера, у него, конечно, не совсем правильное отношение к нему. Когда же он видит мэнс физик парня, то есть, с такими кондициями, да, то есть, он говорит, «О, так бы я хотел выглядеть, безусловно». Вот, конечно, эта дисциплина молодая у нас в России, много скандалов там проходит в связи с ним, там, со спортсменами, с чем-то еще. Но, тем не менее, я уверен, что она именно станет очень популярна. Уверенность у меня складывается из многих показателей. Ну, например, из того, что мне ВКонтакте, у меня есть страница. Кстати, кому интересно, заходите на мою страницу ВКонтакте, на мою страницу в Инстаграм, на мой канал в YouTube. Я думаю, ссылка будет под описанием к этому видео, вы все увидите. Вот, мне очень много молодых людей пишут, ну, не знаю, в день я там по 50 сообщений просто получаю с тем, что вот, мы там видели твои фотографии с соревнований, просто фотографии жизни там или других каких-то спортсменов, выступающих в этой номинации. Мы вот хотим выглядеть так же, как ты, потому что, ну, почему-то потому что. Да, у каждого находит свои причины для того, чтобы так выглядеть. Я понимаю, что спрос на это очень большой. Хотя информации сейчас крайне мало об этой дисциплине, потому что официально, как бы, она еще у нас проводилась только один раз на Кубке Питера, да, первый раз, ну, она еще так же проводилась на Кубке Вишневского и у Дмитрия Ишанкина в Абрау-Дерсо, но она, как бы, не входила под выгиду ФББ. Официально только был один турнир под ФББ, то есть, где сама Федерация проводила этот турнир. Вот, поэтому еще очень много, как бы, закрытой информации, то есть, ее просто попросту нет, да, то есть, когда турниры будут проводиться, как получать квалификацию на этот турнир, какие критерии оценки и так далее. Ну, как критерии оценки я вам уже рассказал, да, в самом начале этого видео. Есть также, как я сказал, что в России действует формула по ограничению веса спортсмена. Она там на 3 или на 4 делится градацией по росту, но, в принципе, там, там минус 100 плюс 4, по-моему, свыше 178 сантиметров, до 178 минус 100 плюс 2 действует формула. То есть, если вы 176 сантиметров, вы должны весить на сцене не больше 78 килограмм. Для тех, кто не запомнил, давайте я напомню критерии оценки, особенно в России, вот, какие они есть в России. Первый критерий оценки в России – это соотношение от пропорции талия-плечи. Второй критерий оценки – это жесткость мускулатуры, то есть, вы должны быть максимально просушены, то есть, может победить спортсмен реально самый просушенный. Третий критерий оценки – это, возможно, даже икры, я бы назвал. То есть, судьи вот прицельно смотрят на икры, так как ноги закрыты в шорках, да, и их оценить не получится. Но по икрам, по размеру икр, можно увидеть, насколько у вас, как бы, проработаны ноги. Четвертый критерий оценки – это, наверное, внешний вид, именно тоже, как пропорции соотношения, то есть, плечи, грудь, то есть, как мышцы сложены. Если вы давно занимаетесь, они у вас будут более выпуклые, более надутые такие. Если вы только пришли в зал, они, конечно, у вас будут более плоские. Ну и на пятом месте, скорее всего, там будет уже позирование просто ваше. Хотя, как я говорил, что позирование очень сильно в России и в Штатах отличается, но, тем не менее, пунктом пятым я бы определил позирование именно как критерий оценки. Но это мое личное мнение, это, по крайней мере, когда я был на соревнованиях, я смотрел, я примерно понял, что по этим критериям судьи именно оценивают спортсменов на сцене. Также я считаю, что мэнс-физик или пляжный бодибилдинг будет очень популярен у нас в России по той причине, что, ну, действительно, подготовиться легче к нему, нежели к большому бодибилдингу. Например, для того, чтобы выступать в большом бодибилдинге и попадать хотя бы в топ-5 на турнирах, а не занимать последние места, молодой спортсмен должен потратить, на мой взгляд, не меньше пяти лет, чтобы просто набрать такую мышечную массу. И не факт, что он еще по качеству этой мышечной массы сможет попадать в эти топ-5 на турнирах, таких, как чемпионат Москвы или Санкт-Петербурга. Вот, в мэнс-физик, конечно, проще, потому что есть ограничения по весу, и, да, спортсмену ростом 176 см набрать 78 кг не составит труда. Единственное, что, конечно, вопрос будет в качестве этой мускулатуры, то есть это просто мясо с жиром будет, либо это сухая мышечная масса. Но, тем не менее, за год, я думаю, что, в принципе, можно построить очень неплохую фигуру. Третье, что, почему я считаю, что это будет очень популярно, ну, это, как бы, дисциплина для, ну, более молодых парней, да, то есть 16, 17, 18 лет вы уже можете выступать, да, в ней. Плюс это такой возраст, скажем так, когда парни хотят нравиться девушкам, а девушкам, как бы, нравятся молодые, красивые, хорошо сложенные парни. И эта дисциплина, она, как бы, и дает. То есть вы ходите в зал, а ходят в зал большинство людей для счета. Для того, чтобы именно сделать красивую фигуру, нравится противоположному полу. Вот, и вы, плюс еще выступаете на соревнованиях. Соответственно, вы сразу две цели убиваете. И вы совершенствуетесь, как спортсмен, да, и вы нравитесь противоположному полу, нравитесь девушкам. А все хотят нравиться девушкам, поэтому и многие придут в зал именно для того, чтобы становиться лучше, и при этом еще была возможность выступать на соревнованиях. То есть сразу два зайца убиваются. Поэтому, ну, я понимаю сейчас, что многие парни будут заниматься и выступать именно в этой дисциплине, потому что, ну, это нравится девушкам, да, когда... И я думаю, что в скором времени будет такая тенденция, и девушки будут справиться, что говорят, а там, да, твой парень чем занимается? А у нас подружка какая-нибудь ей скажет, а вот мой парень занимается мэнс-физик, о, он, наверное, красавец, да. То есть это вот к этому идет, и я очень этому факту рад, потому что, ну, это хорошо, когда молодые люди хотят быть не только просто большие, огромные, страшные, там, всем в морду дать, да, они еще хотят при этом быть просто сильными, красивыми и нравятся девушкам. Я выступаю за это, что вот за такую красоту именно, чтобы вторые ваши половины, и вообще девушки внешне оценивали парня именно, что он не только там умный, может деньги зарабатывать, да, там, и не то, что он просто сильный, и все, там, от любого, там, может защитить ее, а то, что он еще красивый и внешне красиво сложен. В сети сейчас очень много видео разное, когда наши, скажем так, старшие товарищи из бодибилдинга обсуждают мэнс-физик и говорят, что они там красятся на соревнованиях, там, подводят глазки и так далее. Ну, это достаточно смешно звучит, но это отчасти это правда. Я сам был на соревнованиях и видел, когда спортсмены некоторые там что-то со своим лицом делали. Ну, здесь как бы есть два момента. Первый момент, что спортсмены сами неправильно оценивают, да, критерии оценки. Я думаю, что красота на первом месте, и поэтому что-то своим лицом пытаются сделать, что, в принципе, неправильно, потому что не красота является критерием оценки этой дисциплины. Это раз. А второе, что, ну, красится и пусть красится. Они же там, грубо говоря, не помаду на губы наносят, да, они там тон какой-то на лицо наносят. Но, с другой стороны, все именно любимые Арнольд Шварценеггер, Селесар Сталлоне и Джесси Амстеткин и все прочие тоже наносят на лицо макияж, да, перед выходом на сцену или перед съемками в каком-то фильме. Поэтому, ну, что в этом предусудительного? Они же, как я уже сказал, выше не глаза подводят и губы накрашивают, да, а там тон на лицо подносят, чтобы просто грим был равномерный. Хотя, может быть, конечно, кто-то и красит глаза там и так далее, но, честно, я здесь это уже не понимаю, потому что не пойму, для чего это нужно. Друзья, я надеюсь, я раскрыл тему Мэнс Физик и пляжного бодибилдинга. Если у вас появятся какие-то еще вопросы, заходите на мою страницу ВКонтакте или Фейсбук. Также подписывайтесь на мою страницу в Инстаграм и на мой канал в Ютуб. Конечно же, безусловно, не забывайте подписываться и смотреть видео на канале Мышцы РФ. Здесь будет много чего интересного. А с вами был тренер IFBB PRO в дисциплине Мэнс Физик Денис Гусев. Всем пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!